Всем привет, девчонки! Вы попали на мой канал, меня зовут Полина, и в сегодняшнем видео, наконец-таки, будет долгожданный МС-влог. Я до последнего думала, что не буду его снимать, но месячные стали намного обильнее, что даже я использовала прокладки, которые думала, что вообще не буду использовать в эти месячные. Месячные у меня начались 30 июля, и цикл продлился 107 дней. Кстати, я выставляла пост о том, где у вас спрашивала, как вы думаете, сколько у меня продлился мой цикл, и многие вообще не угадали. Но на самом-то деле, да, цикл продлился у меня 107 дней. У меня были предвестники месячных, то есть такие коричневатые выделения, и в те дни я пользовалась вот такими вот ежедневками. Также я пользовалась этими ежедневками и в первый, и во второй день месячных, так как эти дни были вообще не обильными. И эти ежедневки, в принципе, впитывали месячные, но все же я хочу сказать, что они не особо подходят на такие дни. Также я использовала вот эти вот ежедневочки, мою новиночку BB на одну капельку, но хочу сказать, что они тоже не подходят для месячных. То есть вот эти вот Ola Silk Sense еще более или менее можно использовать, но вот эти вот мне вообще не понравились. На третий день месячных я уезжала на достаточно такое большое количество времени в магазин, то есть я там долго находилась, и решила перестраховаться и приклеить вот эту вот прокладку Naturella Ultra на 4 капельки с мягенькой поверхностью. Просто обожаю эти прокладки, они очень классные, девчонки для лета, прям отличный вариант, и они хорошо впитывают. Дермокрем нанесен вот здесь вот по бокам на крылышках, чтобы они не натирали, это тоже очень классно. В общем-то в этой прокладке я не протекла, она практически не заполнилась, то есть было вот такое вот маленькое пятнышко. Грубо говоря, я перевела прокладку, но я не чуточку не сожалею, потому что я перестраховалась. И третий день я также пользовалась ежедневками, то есть в третий день я использовала только одну прокладку. На четвертый день месячных утром я решила воспользоваться тампоном Tampax Compact регулярно 2 капельки с аппликатором, и к сожалению мне не получилось его правильно вести, то есть мне было некомфортно с ним находиться. И в общем-то я не знаю как правильно вводить тампоны, помогите мне, спасите меня, потому что мне и без аппликатора не получается вести тампон, и с аппликатора не получается вести тампон. После тампона я решила приклеить прокладку Cotex Active на 4 с плюсом капельки, и хочу сказать, что я немного разочаровалась в этих прокладках, а именно у них плохо нанесен клей на крылышках. Сейчас покажу прокладку в открытом виде. Вот так вот она выглядит, с поверхностью мягкая сеточка. Эти прокладки не очень мне зашли из-за своих крылышек, но я в них не протекла, они комфортные, но если выбирать между прокладками Cotex Young и Cotex Active, я конечно же выберу Cotex Young, потому что по комфорту они точно такие же, как и Cotex Active, но плюс у них крылышки намного лучше клеятся, и они достаточно приятные. После Cotex Active я также использовала ежедневки, но она ночью решила приклеить прокладку Libra Snitcher LKM, нормал на 4 капельки с мягкой поверхностью, я их очень сильно люблю, и в эти месячные, наоборот, их полюбила еще больше, потому что они очень классные. Вот так вот они выглядят, у них очень классная форма, мне в них комфортно, приятно, в общем, эти прокладки мне очень-очень нравятся. На утро прокладка была заполнена, но не очень сильно. На пятый день месячных я поняла, что месячные у меня стали намного обильнее, и решила приклеить прокладку Always Sensitive, второго размера, на 4 капельки, с поверхностью мягкая сеточка. Хочу сказать, что прокладки мне очень даже понравились, но все-таки клей у них не из наилучших. Вот так вот прокладки эти выглядят. Вот такие вот. Приятненькие, такие комфортные. После этих прокладок я решила приклеить прокладку Always Ultra, первого размера, на 3 капельки, с поверхностью сеточка. Мне казалось, что месячные стали намного обильнее, и правда, они стали обильнее. Прокладка заполнилась, наверное, вот так вот. Я тогда пошла в ней в магазин, была жара, и я поняла, что использовать поверхность сеточка лично для меня очень некомфортно летом, в жару. Лучше использовать или же мягкую поверхность, или же мягкую сеточку, но не вот такую вот сеточку. После того, как я пришла с магазина, я должна была еще раз идти гулять, и поняла, что 100% нужно переклеить прокладку на другую поверхность, и решила приклеить свою новиночку. Ola Ultra с мягкой поверхностью на 4 капельки. Очень прокладки мне эти понравились, я их пробовала впервые. Вот так вот они выглядят. Очень классные, девчонки, поверхность приятная. Клей тоже хороший, я не заметила ничего плохого в этом клее. Поэтому если вы выбираете прокладки, такие дешевые, для дома, или же просто там на прогулку сходить, вот эти вот очень классные Ola Ultra, прям мне очень понравились. После того, как я пришла с прогулки, прокладка Ola Ultra была практически не заполнена, я в ней еще походила, и потом уже решила снова пойти прогуляться. Смотрю на прокладку, тоже не заполнена, и решила приклеить ежедневку Codex Active, так как подумала, что месячные уже заканчиваются на одну капельку. В общем-то, приклеила я эту ежедневочку, вот так вот она выглядит. Пошла гулять, гуляю, все хорошо, я ничего не ощущаю, никакого дискомфорта, прихожу домой и понимаю, что вся ежедневка просто заполнена. Немного сзади не было заполнено, а вот так вот вся она заполнена. Кстати, она очень даже хорошо и много впитала, это плюс этой ежедневки. И я немного протекла вот здесь вот сбоку. Но, слава богу, это все не отобразилось на мои штаны. Я поняла, что месячные у меня стали намного обильнее, и решила приклеить вот эти вот прокладки BB Classic Normal на 4 капельки с мягкой поверхностью. Эти прокладки мне вообще не понравились, девчонки, не покупайте, очень некомфортно. Я в них походила минут 30 и отклеила, потому что мне в них было очень некомфортно. Когда я их отклеивала, впитывающая часть отслоилась от самой клейкой части. На ночь я очень долго думала, какие прокладки мне все же приклеить. Выбирала между Libres Naturel'ке и ConfiLady. В итоге решила выбрать ConfiLady, так как я ими еще не пользовалась. И подумала, ну-ка я ими воспользуюсь и скажу отзыв вам. В итоге, девчонки, прокладки достаточно классные. Мне они понравились. Поверхность тоже очень приятная. Они немного похленькие, из-за этого не очень комфортно в первые минуты. Ну а так, к этому быстро привыкаешь. Летом куда-то идти в них не посоветую, так как они будут вам парить, я так считаю. Ну а так, прокладки очень классные. Я еще пересмотрела свое видео, там где собирала прокладки на эти месячные. И там я говорила, что скорее всего, прокладки ConfiLady, All ofys, Platinum я не буду использовать. Потому что, ну, они подойдут на достаточно обильный день. Ну, в итоге, девчонки, это, наверное, была моя самая обильная ночь, которая когда-либо была за все мои месячные. Потому что на утро прокладка была бы вот так вот полностью заполнена. Я просто была в шоке. Прокладки очень классные. На шестой день месячных утром я поняла, что этот день будет самым обильным. И решила воспользоваться прокладкой All ofys, Platinum, второго размера на 4 капельки. На тот момент я ими не пользовалась ни разу и решила попробовать сказать вам свой отзыв опять же. В общем, прокладки сами по себе очень классные, но мне почему-то именно в эти месячные не нравится поверхность сеточка. Обычно это моя самая любимая поверхность, но в эти месячные она мне была некомфортна. Прокладка заполнилась вот так вот. И я ее сменила, потому что мне было некомфортно. All ofys, Platinum я сменила на Mall, бы тоже использовала эти прокладки впервые. Они с мягкой поверхностью, прокладки нереально классные, они мне очень понравились. Вот так вот они выглядят. Очень приятная мягенькая поверхность. Клей нереально классный. И эти крылышки просто, я не знаю, они настолько комфортные, они настолько классно клеятся к нижнему белью. Я не знаю, просто это прям самые классные прокладки, такие немного пухленькие. В общем, они мне очень понравились. Mall, под я решила сменить на еще одну прокладку Kotex Active, потому что подумала, что только та одна прокладка была такая с плохим клеем. Но в итоге эта прокладка тоже оказалась с плохим клеем, который плохо нанесен на крылышки. В общем, девчонки, не могу посоветовать эти прокладки только лишь из-за плохого расположения клея на крылышках. Kotex Active я решила сменить на прокладки Bella Foutines Ultra Energy на 4 с плюсом капельки с поверхностью сеточка. Они все хорошо впитали. Мне, в принципе, понравились, но эта поверхность мне не нравится все-таки в эти месячные. Мне было не очень комфортно в этой поверхности. Я в них находилась, кстати, дома. Клей тоже более или менее хороший именно у этих прокладок. Ну и больше мне, в принципе, нечего сказать. Они все хорошо впитали. Bella Foutines я решила сменить на Libra's Fresh Protect. Нормал на 4 капельки с мягкой поверхностью. Мне особо не о чем говорить о этих прокладках, потому что они очень классные. И мне очень нравятся мои самые любимые. Все хорошо впитывают. У них отличный хороший клей. Вот так вот они выглядят. На ночь я решила снова воспользоваться прокладками Libra's Nature Alkea. Нормал на 4 капельки с мягенькой поверхностью. Вы их уже видели. Вот такие вот. Libra's Nature Alkea утром были заполнены, но не полностью. И сегодня, на седьмой день месячных, утром, я решила воспользоваться прокладкой Ola Ultra Sолнечная Ромашка на 4 капельки с мягкой поверхностью. Они мне не понравились из-за поверхности. То есть поверхность отличается у этих прокладок. У этих она более приятная и более хорошо впитывает, что ли. Ну, в общем, они мне не очень понравились. И после этих прокладок я решила воспользоваться вот этими. Вот Ola Ultra. Я их вам уже показывала. Когда прокладки Ola Ultra заполнились немного, я их сменила на Ola Classic уже солнечная ромашка на 4 капельки. И эти прокладки мне понравились. Они мне и так нравились. Я ими уже пользовалась. Очень классные. Но они заполнились, наверное, вот так вот немного. И мне нужно было идти в магазин. А так как они пухлые, я не пойду в них в магазин. Тем более сейчас жара. Мне было бы очень в них некомфортно. И поэтому я решила сменить эти прокладки на прокладки Naturella. Ну и на данный момент я нахожусь в этой прокладке. Я хочу сказать, что выделения стали очень скудными. Поэтому я, скорее всего, уже не буду использовать прокладки, а вернусь опять к ежедневкам. На этом был мой весь MS-влог. Надеюсь, вам он очень понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!